здравствуйте подписчики гости моего канала сегодняшнее видео адресовано тем кто хочет обучиться картам таро те кто у меня спрашивает по поводу того обучаю ли я я не обучаю вот но сделаю для вас небольшие видео которые помогут вам самом начале разобраться итак сегодня мы разбираем масти жезлов в такой интересной интерпретации вам сейчас все будет понятно и вы сможете даже сесть и просто себе для начала разложить и так путь жезлов от туза до десятки будет такая полезная информация смотрите колода таро имеет четкую структуру состоит она из 22 старших арканов козырей таро 16 карт двора или фигурных карт и 40 числовых карт от туза до десятки мы сейчас будем рассматривать обычную колоду карт таро это это самая популярная распространенная колода карт который с которой в принципе практически все начинают свои значения цифровые карты получили из нумерологии и древней концепции четырех стихий каждая масть представляет одну из классических стихий кубки это вода мечи это воздух пентакли это земля жезл это огонь и соответствует следующему порядку на нумерологических значений первое семя или корень стихии второе уравновешенная двойственность выбор третье соединение создания удобрения четвертое закладывание фундамента пятое нарушение первичной стабильности шестое восстановление гармонии седьмое потеря стабильности которые ведут новые знания восьмое мастерство и автономность осведомленность о допущенной ошибке девятое завершение исполнения кульминация кристаллизация десятое окончание заключительная трансформация подготовка к новому циклу и так путь жезлов у нас идет от туза до десятки и мы выбираем стихию огня жезлы жезлы посохи кто как называет стихия огня мужская активная горячая инициатива импульс желание воодушевление амбиции карьера творчество энергия жизнелюбия энтузиазм и так туз жезлов рассматриваем на примере однажды утром вы просыпаетесь и твердо решаете что вы хотите начать новую жизнь то есть у вас искра то есть вы решили поменять работу все вот там мало платит мне не интересно мне скучно я хочу развиваться идем дальше двойка жезлов то есть вы выбираете направление сферы деятельности разработки тактики стратегии думаете что вы умеете готовы ли пойти на обучение какое-то да или или готовы пойти сразу на собеседование начинаете искать объявление тройка жезлов вышли на новую работу заняли желаемую должность осматриваетесь четверка жезлов коллектив как вторая семья стабильность удовлетворение результатами кругом приятные люди есть единомышленники друзья соратники все помогать все подсказывают то есть как бы все комфортно пятерка жезлов приходит новый сотрудник возникает ситуация конкуренции может быть красивее например девушка сексуальная девушка да надо показать кто здесь лучше кто быстрее выше сильнее шестерка жезлов победа например вас повышает в должности вы одерживаете победу полную безоговорочную хотя нет пока еще промежуточную до семерка жезлов вы начальник отдела и ваши бывшие друзья становятся вашими подчиненными возникает разногласия в один против всех но твердо уверенно в своей правоте восьмерка жезлов хорошо зарекомендовал себя на новом месте на новой должности получайте предложение от разных компаний вам везде зеленый свет и море возможностей девятка жезлов заработали опыт знания связи набили шишки никому не доверяйте оградились от всех до сидите на все на всех обижены десятка вас назначают директором компании обязанности становится так много что буквально физически вы ощущаете этот груз ответственности на своих плечах и круг замкнулся снова туз однажды утром вы просыпаетесь и решаете пора начать новую жизнь вот таким образом вы можете вместе вместо подвига рассмотреть спортивные карьерные творческие достижения да и следующих видео мы пройдем по всем нашим мастер до чтобы разобраться как все-таки вам для себя поначалу научиться гадать чтобы вам было легко и комфортно в ближайшее время